ну и с модулем выбор валюты все точно также нажимаем выбор валюты добавить шаблон и ставим эту валютный выбор валюты там куда нам в общем то надо обычно возле корзины как видите или возле товаров где-нибудь да можно и можно его поставить модуль вот в этот и мы конкретно не поставим я как и говорил это делается через раздел витрина да вообще выбор валюты если вы торгуете только в рублях я рекомендую оставить только рубли ну допустим и доллары рубли поставить по умолчанию вот это вот выбор валюты вообще убрать с витрины магазина если вы торгуете только в россии или в снг да доллары как бы ну здесь особо тоже не нужны никто обычно в долларах не смотрит только в зарубежных магазинах ну потому что там у них основная валюта везде доллар вот но если вы торгуете только в россии можете его вовсе вот отсюда просто взять и корзину перетащить все вот по умолчанию оставите рубли и у вас везде по умолчанию будут рубли а почему нужны доллары все таки чтобы была валюта в магазине это для некоторых платежных систем чтобы если вдруг нужно пересчитывать да в доллары если там доллар в долларах расчет смысле в этих платежных системах то собственно у вас должен быть задан там курс просто этой валюты и все иначе вы просто физически не подключите эту платежную систему вот все собственно и все так дальше выбор языка тоже аналогичный будет короткий урок